Добрый вечер. Грандиозный, великолепный, блистательный Захаров Александр Николаевич, известный как человек, который породил в свое время из коллекции «За рулем», это такая подборка великолепно прорисованных иллюстраций к истории нашего автомобиля, художник, живописец, полиграфист и, ко всему прочему, очень хорошо сориентированный автомобильной индустрией человек, все время рассказывал массу историй о том, как именно наша мощная наука опережала весь мир и приводил такой пример, что в связи с наступлением в середине 80-х годов финансовой открытости и стремления целой страны к заработку, мы начали рассекречивать военные тайны, потихонечку торговать патентами, потянулись иностранцы за русским умом и технологиями, приходили и как-то формулировали задачи из Сирии, вот нельзя ли нам какую-нибудь такую штуковину, которая летает по столь загадочной траектории, вот посмотрите у нас чертежик, да, пожалуйста, минуточку, выносили папочку, говорили, вот патент, смотрели на дату 1947 год, вытянув лица иностранцы, спрашивали, а очень свежее нет, а вы сначала вот это освоите, вы сделайте так, чтобы у вас оно летало, как у нас. То есть наша наука, она всерьез в разные периоды на разный лаг опережала мир, сейчас мы, конечно, блистать на победили эту ситуацию, но был период, когда для гордости все основания, конечно, у нас оставались, мы наизобретали массу с грандиозным опережением времени и конверсией, потихонечку торговлю военными тайнами привели к тому, что мы снимали гриф, гриф за грифом, и что-то из этого стало появляться, использоваться, не так масштабно, как это принято в Америке, потому что немножко другая экономическая ситуация, но многие тайны стали убылью, явью и влились в повседневность. В конце 68-го года Игорь Селыч Можейко, известный под оперативным псевдонимом Кир Булычев, допустил информационную утечку по поводу миелофона. Не путайтесь с миелофоном, который является музыкальным инструментом. Миелофон, если помните, это такой прибор для чтения мыслей. И Можейко опубликовал очень такое поверхностное описание этого прибора, тем самым, в общем-то, заявив, что косвенно в нашей стране он есть. Книжка, посвященная мелофону, она получила свое дальнейшее развитие, и даже литературного персонажа Алису Селезневу, гостя из будущего, была экранизация довольно интересная, а мелофон стал таким фолькорным явлением, про которое всерьез думать не приходилось, поскольку оснований не было, хотя чтение мыслей — это очень увлекательно. И полиграф как раз тоже из этой же самой серии, хотя, конечно, полиграф обмануть легко и непринужденно может каждый, а вот с мелофоном сложнее. Потом возникло подозрение, что мелофон все-таки в нашей стране есть. Им располагает МВД и используют для определения состояния алкогольного опьянения. О мелофоне нам объявили в виде открытого конкурса в 2007 году, а в виде конкретного изделия под названием «Бутон» в 2011 году. Было заявлено, что есть такой алкалазер на расстоянии и на большой скорости, способный практически вне зависимости от конструкции автомобиля посмотреть не столько то, над чем думает водитель, сколько то, чем выдыхает водитель. Нам пригрозили, что эта штука вот-вот поступит на вооружение, что она существует. К припору «Бутон» прилагался целый даже замминистра внутренних дел Герасимов, сообщивший, что МВД на вооружение ставит лишь те образцы, в которых уверены на 100%. И вот этот вот алкалазер сейчас вас всех тут. Скептики, конечно, сказали, что, во-первых, ребят, понятно, в силу узости мышления менты взяли только то, что их интересовало на злобу дня, то есть состояние алкогольного опьянения. Но приятно. То есть милофончик-то, оказывается, есть, есть, родимый. Вот он, узенький, однодиапазонный, скромненький, усеченный. Но у ментов на вооружении существовал милофон, который нам пообещали. Милофон обошелся вот в этой усеченной версии в 25 миллионов рублей. Изобрели, сделали, кинули на вооружение МВД, присоокупили целого генерала, ничем не кончилось. Ну, делся куда-то милофон. Жалко. Может быть, все-таки Кир Булычев немножко предусхитил события? Нет! Есть милофон! И вот оно подтверждение. Уже на прошлой неделе выяснилось, что все-таки милофон у нас есть. Все то же самое Министерство внутренних дел, располагающее прибором утечку информации, которому в 68-м году дал Можейко, учредило конкурс на создание чтения мыслей террористов на расстоянии в 10 метров с вероятностью в 98%. Если бы у нас милофона не было, тогда было бы понятно, что в МВД только идиоты, что это настолько беспросветные кретины, что единственное, что их интересует, это все-таки распил бюджета. Потому что на тендер 40 миллионов было выброшено, по крайней мере, заявлено. Но у нас же есть милофон. И здесь, опять-таки, требуется вернуть ему просто первоначальный спектр взаимодействия. Он может читать мысли, в данном случае террористов. Вероятность 98%. Вот у израильтян, которые борются с терроризмом всерьез, профессионально очень долго, у них подобного прибора нет. Для того, чтобы определить намерение человека и понять, насколько он склонен к терроризму или к самоподрыву в данный момент времени, у них есть психологи, которые вместо магнитной рамки работают, заглядывая всем в глаза. То есть электричество здесь ни при чем. Нужно посмотреть на человека, чтобы попытаться понять, задать ему несколько вопросов и определить, есть вероятность того, что он сейчас что-нибудь рванет или нет. В МВД, в котором милофон есть, за 40 миллионов объявляется тендер после блистательного бутона, который стоил нам 25 миллионов рублей. За 40 миллионов нам должны сделать срочно прибор для определения террористов. И, естественно, понятно, что он будет сделан, потому что, если бы милофона не было, тогда даже 40 миллионов бы не хватило. А поскольку милофон есть, нужно просто взять, опять-таки, паяльничек, пройтись по микросхемке, выкинуть все лишнее с тем, чтобы сосредоточить усилия этого угадывателя мыслей только на террористах, на тех, кто мечтает покончить жизнь самоубийством. При этом с собой, конечно, большое количество людей, забрав на тот свет. И в этой связи у меня к МВД только одна претензия. Если милофон на полном серьезе есть, то почему в таком случае вы не сделаете из него какую-нибудь такую же блистательную всероссийскую идею, как, например, Эроглонас? Нам без Глонаса не жить. Мы же понимаем. Но почему же Эроглонас? Опять-таки, и здесь чувствуется рука МВД. Почему всего лишь навсего датчик по ожиданию трупам скорой помощи на обочине жизни после ДТП в автоматическом режиме? У тебя силенок не хватило, ты уже помер, лежишь под березкой где-нибудь между Читой и Хабаровском, там, в принципе, птицы не поют, деревья не растут, и через где-нибудь месяцев пять к тебе, конечно же, приедет скорая помощь. Для этого датчик Эроглонас очень важен. Но вот АвтоВАЗ, штука более прозорливая, контора, привыкшая тратить государственные миллиарды, выкидывая их масштабно в никуда, распространила действия этого датчика до уровня навигатора и предложила идею. Давайте сделаем не только Эроглонас, давайте за денежку, за небольшую, добавим к нему еще каких-нибудь полезных функций. МВД. А чего вы только террористов? А чего вы только алкоголиков? А давайте мы сделаем протокол обмена между автомобилями, чтобы водитель в одной машине мог при помощи милофона нажал кнопочку и посмотрел, что думают вокруг. Кто куда сейчас повернет, кто кого подрежет. И вот и не надо никакой Эроглонас. Вот они сказочные времена. Вот милофонизация всего автопрома и автопарка нашей страны приводит к тому, что мы заранее знаем маневр соседа по потоку, можем избежать ДТП. Какое количество жизней мы бы спасли? Какая была бы блистательная победа науки? Милофончик есть, так давайте кинем его в народ. А то мы то какой-то штуковины под названием Голонас занимаемся. Помните, у нас был, например, момент, когда Единая Россия занималась чистой водой. И два светильника разума, два грандиозных гения отечественной науки. Борис Грызлов и академик Петрик занимались чистой водой. Это нам стоило 165 миллиардов. Ну, претендовал на несколько триллионов. Жаль, идея не состоялась. А с милофончиком никаких денег не жалко. Ну вот реально не жалко. Он есть. МВД четко совершенно показывает, что он существует. Причем, кстати, косвенным признаком наличия милофона является срок проведения тендера. Для того, чтобы изобрести прибор по угадыванию террористических мыслей в голове обывателя, отведено два месяца. Если бы работа была с нуля, ну, лет 500 я бы на это дал, на угадывание мысли. А здесь два месяца. Значит, всего-то на все. Просто перепрошивка милофона. Сели, перепрошили, получили 40 миллионов, сдали заказчику готовые изделия, потом, через какое-то время, развили его до уровня государственной программы, сделали милофон изначально широкого диапазона достоянием конверсионной промышленности, поставили его на конвейер Автоваза. Автоваз, вот он, пожалуйста, мировой лидер. Сразу. За 40 миллионов. Ну, не за 75 миллиардов. За 75 миллиардов он пока дырка от бублика. И вообще ничто. Проще было закрыть, закатать в асфальт. Рабочим раздать по спасительному пакету, выходному пособию, отправить жить на Большую землю. За 75 миллиардов. Нет, не сделали. С милофоном. Представляете, и самый прогрессивный навигатор ГЛОНАСС на Автовазе, и самый прогрессивный угадыватель мыслей милофон на Автовазе за рулем Жигулей. Вот это я понимаю. Вот это экономические последствия нашей научной деятельности. А вот если милофона нету, миелофона не существует, тогда получается, что в МВД люди придумали отмывание скромное, 40 миллионов рублей, которые будут выброшены на ветер. Как выброшены были на ветер 25 миллионов на бутон. И, кстати, как выяснилось, ну, в общем-то, выброшены на ветер все эти деньги, которые потрачены на комплексы Стрелка. Вот сегодняшнее сообщение в Московской области, они почему-то не работают. Вирусная атака убила все эти приборы. Они достаточно дорогие. Ни один из них не работает. Ну, вот совсем не работает. Вот никак не работает. И база данных уничтожена, и все уничтожено, и мозги выветрились. Мало того, что висит этот на потеху скворечник высоко, так тут еще и выветрилось все из него. Опять-таки получается, что деньги потрачены, результата нет. Но мне все-таки кажется, что раз МВД структура серьезная, коррупции в ней нету, в ней Нургалиев дважды лично, один на один, победил коррупцию, то за 40 миллионов мы получим прибор, угадывающий мысли террористов. За 25 миллионов мы получили вяленький бутон. И прогресс наш остановить нельзя. Вот они, блистательные достижения. Перерыв на новости. Продолжаем. И в этой связи у меня к вам вот какой вопрос. Давайте проголосуем. Мне просто интересно, как вы считаете. Затея МВД по конверсии миелофона. Неважно даже, в чем она заключается, в том, что мы можем угадать мысли алкоголика или мысли террориста. Это примитивное воровство 40 миллионов рублей. 5533, русская буква А. Те, кто считает, что нет, это совершенно серьезная научная работа, не уступающая по качеству чистой воде, это еще Петрика, грандиозного, умнейшего Грызлова. 5533, русская буква Б. Еще раз, те, кто считает, что это воровство 40 миллионов, 5533 А. Те, кто считает, что нет, это все очень серьезно, под этим есть научное обоставание. 5533, русская буква Б. 65, 10, 9, 9, 6. Ну, наш лось стремительно бежит по Москве, у него 4 балла на Mail.ru. Пробки 5 баллов движения, живенькая, радостная и слегка припорошенная снежочком. 65, 10, 9, 9, 6. Давайте попробуем пообщаться. Здравствуйте, Павел. Алло, алло, Павел. Здрасте, Павел. Здрасте. Да, очень приятно. С прошедшими всех праздниками поздравляю. Спасибо. Страна вернулась в обычный рейд жизни, судя по пробкам. А нет никаких пробок, Павел? Нету ни одной пробки. Вы что? Наш лось стремителен, у него вон кочерыжечка задралась, рожки во все стороны и копыточками стучит. 4 балла, никаких пробок, вы что? Ну да, согласен. И по теме хотелось бы высказаться, но не зря выброшенные деньги-то это все-таки, потому что, ну, такие дары у нас сидят в управлении. Вот если бы нам сегодня это не рассказали, ну, кто услышал вас, тот теперь обладает этим знанием про милофон. А вот если бы я случайно не послушал вашу передачу, допустим, ну, никогда бы в жизни и не знал про этот милофон. Так что ведь для большинства это будут, ну, как бы, действительно все серьезно. Да, а вы Алису не помните, гостью из будущего? Алису помню, очень хорошо. Все-таки нас с детства готовили к тому, что отечественная наука самая передовая в мире. И вот результат, вот он зримый. Не то, что вам в космос какой-то слетать, даже американцы могут. Милофончик изобрели. И как мы можем побороться? Алкоголиков уже практически всех вынюхали через лобовое стекло на скорости 150 км в час. Террористов сейчас выловим. Замечательно. Гордость, вот она. Да, вот вопрос хотелось бы задать. Вот в празднике ездил как раз за город, то есть в другой регион. И вот такая погода была мерзопакостная. Вот все таяло. И вот этот вот разделительный борзюк, который разделяет два направления движения, железные такие у нас повсюду. И вот там скапливается грязь, снег. И оно тает, стекает, вот если дорожка чуть-чуть наклонена, чуть подмерзает, там непонятно, каток, не каток. А вот в мировой практике это тоже самое? Или там как-то вот это все очищается? Вот именно, или... Нет, в мировой практике аналогов нашему существованию на дорогах не существует. И в мировой практике, в Норвегии, в Канаде, то есть в странах, у которых суровость климата превосходит наш в несколько раз, там на дорогах чисто, все убрано. И ответственность эксплуатационных служб, она в том числе и в надлежащем содержании абсолютно всей инфраструктуры. Там все катафоты видны, они не бывают запачканы, заляпаны. Дорога старательно вычищена. И что Нью-Джерси, вот этот металлический отбойник посередине, что все дорожные указатели, знаки, они вне зависимости от погоды, вне зависимости от бюджета и вне зависимости от климата, они видны, различимы и, кстати, дорога ровная. Причем вот в Норвегии, где не всегда чистят до асфальта, потому что нет вот этой варварской манеры убивать людей ядом вместе со снегом и иногда просто присыпают мраморной крошкой, там даже далеко, где, в принципе, одна машина в неделю. Дорога укатана, она превращена специально техникой под мелкую насечку в такое высокофрикционное покрытие, по которому, когда ты поедешь, ты все равно, тем не менее, будешь иметь нормальный коэффициент зацепления. Не такое, как летом, но о тебе позаботились. При том, что у нас ведь одна из причин, по которой, ну, дороги не принято строить, по которой товарищ Чебунин объяснял, что нам дороги нужны однополосные, потому что в стране никто не живет, а на то, чтобы проложить асфальт к ближайшей деревне, у нас отведена Росавтодором программа на ближайшие 261 год. Поэтому никого нигде нету, и зачем строить? В Норвегии тоже никого нигде нету, но все построено, проложено, и вот в надлежащем состоянии поддерживается. Так что мы в этом отношении без аналогов обходимся. Никто так же, как мы, жить себе не позволяет. — Погласен. Один вопрос еще хотелось, вот на прошлую тему передачи. Вот про парковки платные в центре все понятно, и вы дальше мысль такую сказали, что сейчас быстренько по всей Москве поставят знаки, где будет разрешена стоянка во дворах, а все остальное будет незаконно там и как бы эвакуироваться. Все к этому идет, и так и будет, или это все как бы... — Нет, нет, нет. Знаете, вот тем более обратите внимание, что когда это произошло в центре, те, кто жил на окраине, очень сильно обрадовались и сели, ну да, в центре живут только жлобы, у них у всех ворованные квартиры, ворованные машины, поэтому давно пора было поделиться рублем. Потом, естественно, вот этот вот элемент радости за отравленную корову у соседа, он потихонечку, разобщая нас всегда и по любому поводу, привел к тому, что с молчаливого согласия уже выплеснулось до Садового, дальше до МКАДа и по всей стране, потому что теперь это определено в качестве большой награды еще муниципалитету Санкт-Петербурга и Краснодара. Вот в Краснодаре у нас же есть грандиозный Ткачев, это тот человек, у которого, ну подумаешь, с Кущевка, ну подумаешь, там этих Кущевок много, зато губернатор хороший, зато мужик отличный, ему тоже позволено. Вот этот самозахват земли, он абсолютно незаконен, вот просто в принципе вообще незаконен. То есть он не более законен, чем распоряжение гауляйтера Украины, товарища Коха, на территории Украины. Вот не более, вот точно такая же у него законодательная подоплека. Так вот, эта болезнь по самозахвату, она распространится на всю страну, конечно же. Потому что все же рады, все же говорят, ну так москалям клятым и надо, а теперь еще питерцам и краснодарцам. Так и новосибирцев накроет, и четинцев накроет, и ростовчан накроет. Ну вспомните, мы же вот совсем недавно тут вот в течение двух лет прямо радовались, расширяли места, парковок во дворах. Видите, как активно, да? Прямо, ну прямо день за днем все лучше и лучше, прямо сердце радовалось. И что же, это все сейчас, это просто превратится вот... Это они и есть, те легальные разрешенные места, на которые, если кто-то не попал, то, соответственно, он должен свою машину хранить в районе Подольска. Или где-нибудь там за Кубинкой, потому что в Москве-то все, нельзя. И еще же будет дифференциация по прописке. А у тебя, милый человек, номерочки-то какие? А резидентная парковочка-то тебя не касается. Ты же лимитчик клятый, что ж ты тут приперся-то? Вот нам там из Эстонии, откуда-нибудь из Оленеводческого края в Москву дозволено, а тебе из Подольска не дозволено, канай отсюда. И все, и пусть канает. Мало того, в мэрию дозволено, не то, что в Москву. Да, конечно. Только, понимаете, москвичу-то ему только дай поруководить родным городом. Обязательно же получишься, как с Гаврилой Поповым. А здесь, вот они, крепкие хозяйственники. Они знают толк, они понимают. И товарищ Бирюков, который вот как раз посыпает дороги ядом, который занимается тем, что содержит армию рабов, это, собственно, его рабы красят нам заборы пять раз в году по снегу, по грязи. Никакой финансовой составляющей, но абсолютно никаких откатов. Просто так лучше, так вот полезнее. И поэтому, соответственно, вот она наша действительность. Магомед давно вас не слышал. Здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Я как-то это все стеснялся, стеснялся. А тут целая антимагомедовская коалиция появилась. Что ж так Магомед названиваться, больше никто не названиваться. Я решил не нагреть. Магомед служил в ФСО. Вы, собственно, учитываете это? Нет, я ФАПСИ служил. А, да, ФАПСИ. Ха-ха три раза. Сильно отличается контора, да. Ну, да. Даже корочки старые действуют. Но это было давно, неправда. Так что, вот, ну, хотел, во-первых, высказать, все-таки, по теме передачи. Давай. Но, на самом деле, у нас по поводу отмытия денег есть еще веселее сегодня, как раз с утра. Это вопрос обсуждания. Как у нас ребята в ФСО это дело отмывают. Вот, ежегодно теперь примерно там по 30 миллионов будут отмывать на том, что уже давно делается. Будет просто легализованная прослушка. И будут отмываться деньги. Ну, и, соответственно, МВД тоже недалеко от них ушло. Как же так? ФСО воруют, а мы не воруем. Тем более, что Оруэлла все читали. И куда это должно прийти, известно. Да и заводной апельсин тоже многие читали. Так что перспективы мы свои можем уже посмотреть. Да, замечательные перспективы. Ну, надеюсь, все-таки это очень быстро кончится. Все-таки найдутся люди не только за лучшими, что вот есть Магомеды, которые зазанятся, а остальные не зазанятся. Но и люди, которые что-то будут делать. А мы с вами что будем? А я с вами поддержу того, кто будет бороться. Если понадобится, мы в первых рядах готов. Знаете, мы вынуждены всегда ждать, когда появится, когда придет. Не очень верилось, что Иисус Христос придет. И когда пришел, даже картина на эту тему есть, не узнали. Но ждали, ждали. Вы же понимаете, что если там придет Магомед или человек с армянской фамилией, за ним не пойдут. А если вот будет Иванов Иван Иванович, за ним пойдут. А Ходорковский? Ну, этот гражданин тоже. У него смел себя очень хорошо дискредитировать. Более того, я с ним, в принципе, живем знакомым. Я лучше с Путином побуду, чем с Ходорковским. А у него шансы наиболее высокие. А, кстати, самые высокие шансы легально сесть на российский престол у белорусского батьки. Да. Потому что белорусский батька – это единственный человек, единственный кандидат, у которого есть свое КГБ. Поэтому пристрелить его не получится. Вот Ходорковского пристрелить можно, Магомета пристрелить можно, Асланяна пристрелить можно. Можно посадить в тюрьму за переход на красный сигнал светофора, за превышение скорости, за состояние алкогольного опьянения за рулем. Пристрелить можно любого. А вот батьку не получится. Поэтому единственный, кто всерьез может разыграть эту игру, если бы ему это было нужно, это даже белорусский сосед. И ничего ты с ним не сделаешь. Потому что у него КГБ по тем же методикам работает. Оно по старым методикам работает, никуда не делось. А теперь все-таки вопрос по теме. У меня у знакомых такая проблема. Совсем недавно в прекрасном городе Зеленограде выскочил. У них была очень замечательная машина. Хендай Солярис. Выскочил и в трейл, и в лобовую. В результате двигатель у Соляриса все-таки ушел в салон. Слава Богу, на пассажирское пустое место. Девушка осталась жива. Вот сейчас у них есть там после страховых и прочего на кармане целых 600 тысяч. А что купить, не знают. Учитывая, куда прыгают двигатели Соляриса, они его больше покупать не хотят. То же самое с Акции на той же базе сделанной. И вот вопрос, что им нужно посмотреть за эти деньги. Для того, чтобы пойти на таран, нужно покупать Линкольн-навигатор. Он стоит 300 тысяч. Но после него X-Trail размажет по переднему бамперу. Перерыв на новости. Продолжается опрос, удовлетворяющий мое. Заодно немножечко ваше любопытство по поводу того, чем же является на самом деле затея МВД с конверсией миелофона. Примитивным воровством 40 миллионов рублей или все-таки серьезной научной работой. 5% считают, что это серьезная научная работа, которую я уже заранее сопоставил с чистой водой, товарища Петрика и Грызлова. Повторю вопрос. Те, кто считает, что затея МВД по конверсии миелофона – это примитивное воровство 40 миллионов рублей. 5533 – русская буква А. Те, кто считает, что это серьезная научная работа – 5533 – русская буква Б. 6510996 – стремительная лось продолжает движение. Все в порядке, пробок никаких нет. Даже затруднений практически не видно. Мейл.ру полагает, что затруднения есть. Артем, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Большое спасибо вам за программу. Спасибо. Смотрите, Сергей, такой вопрос у меня. Смотрите и слушайте, Сергей. Слушаю. Да, да. Точно. Значит, вопрос. Хотел бы узнать ваше мнение о машинке Land Rover Freelander 2. Вот новая, которая рестайлинговая. С 13-го года, я имею в виду. И, соответственно, хотел бы узнать о надежности. Потому что в народе, как говорится, про Land Rover очень гласно отзывается. То есть, если видят эту машину данной марки, она едет либо в сервис, либо из сервиса. И, соответственно, вот конкурентов. Хотел бы от вас тоже услышать, что если не Freel 2, то что конкуренты... Итого, мы имеем очарованного Артема, вдохновленного дизайном машины и приятным блеском ее зеленого овала. И косвенно ваш вопрос звучит следующим образом. А не могли бы вы меня, Артема, слегка вдохновить на эту покупку и уговорить в том смысле, что надежность у этой машины действительно по факту есть? Ну, примерно, да. Примерно так. Очень хочется. А когда хочется, тогда имеет смысл покупать. Потому что самое главное – это удовлетворение от покупки. И огромное количество народу, знаете, там какие-то слоняны очкастые, там соседи по двору и, может быть, даже коллеги по работе будут говорить. Да ты что, Тем, с дуба рухнул? Но нравится, выглядит красиво, называется здорово, за покупку не стыдно, удовольствие есть? А ведь на роду не написано, что в обязательном порядке сразу умрет. Нет. Многие еще перед смертью могут даже попотеть какое-то количество лет. И вы не покупаете эту машину на 15 лет и даже на 7. Вы ее продадите год через два, через три. В силу разных причин, ну, там, наигрались, что-то еще более интересное. Поэтому, конечно, аналогов на рынке много. Но, и сейчас фрил можно прикупить с определенной скидкой, когда вам машина нравится. Вот именно после того, как вы влюбились в нее, вот именно после этого можно говорить о надежности. До этого обычный конструктор сделай сам. Точно такой же разочаровывающий, как Мерседес, BMW, Audi, Lexus, Toyota. Потому что они все сделаны по принципу «Сыщи, Денниг, давай, да?» И фрила в этом отношении не сильно отличается. Но ваша любовь к этой машине, она заставит вас, во-первых, ей прощать что-то. А во-вторых, вы же к ней будете относиться как к любимой. А любимая же цветет и благоухает. И это как раз залог успешной покупки. Именно поэтому надо покупать. Наталья, здравствуйте, вы ли это? Здравствуйте, Сергей, это я. Наконец-то! Приятный женский голос. Да, я ждал. Сергей, у меня на самом деле женский вопрос. Я недавно стала счастливой обладательницей нового Мерседеса А-класса. Я додумал ребенка, а вы, оказывается, А-класса. Ребенок тоже есть, он в комплекте. Он после ребенка подойдет по Мерседесу. Спасибо мужу. Муж молодец. И комплектация у Мерседеса с ребенком и с мужем тоже очень правильная. Да, я согласна с вами. Так вот, у меня на самом деле достаточно, наверное, женский вопрос, но очень интересно. Здесь есть замечательная кнопочка «Экорежим», что позволяет машине глухнуть, когда ты нажимаешь на тормоз. Ну, стоишь в пробке, допустим. Вопрос мой следующий. А насколько этот самый «Экорежим» позволяет экономить топливо или еще что-то? Или это просто для таких, как я, специальная прибалутка Мерседеса, чтобы было больше кнопочек? Во-первых, конечно же, чтобы было больше. И заметьте, как она вас завлекла. Она практически имеет волшебное влияние на вас. Ручка потянулась, пальчик нажал, вы ощутили прелесть от заглохнувшего мотора и даже не содрогнулись, хотя мужики обычно бледнеют от этого. Система старт-стоп... Да-да-да. Да, абсолютно. Волосы встают дыбом даже у таких, как я. Система старт-стоп, зашитая туда, она придумана для замороченных жизнью немцев, которые машину покупают не для того, чтобы ехать, а для того, чтобы экологически соответствовать запросам современности. И если завтра немцам скажут, что, знаете, вообще-то экология требует, чтобы лапти были из лыка, трусы из конопли, а есть вам нужны обои, они это будут делать. Знаете, будут тихо плакать и говорить, да, а раньше-то пиво с колбасой, а сейчас вот, ну, экология важнее. Именно поэтому у них вот столь в моде голубизна. Она стала модной. И как-то уже даже неудобно, если сзади тебя никто не трется. Как-то несовременно. И вот этот эко-режим, он абсолютная ерунда на постном масле, но он не сильно вредит машине, кроме как зимой. Потому что в момент включения системы старт-стоп у вас абсолютно все энергетические потребители мощно наваливаются на аккумулятор. У вас фары светят, музыка играет, печка работает, климатическая установка пытается вам намешать свежего воздуха, холодного, горячего, так, чтобы вам было тепло и уютно. И все это висит на одном аккумуляторе. Если вы стоите, например, на светофоре или в пробке, какое-то длительное время там, не 30 секунд, а 2 минуты, 5 минут, 10 минут, вот 10 минут, у вас из аккумулятора уходят все жизненные соки. Они прямо так вот вытекают в экологию. И любая немка в этой связи, она гордится. И когда, наконец, ее машина сдохнет, она счастливо выходит из машины и говорит, вот, я принесла себя и свою машину в жертву экологии. Поэтому, если меня здесь на обочине жизни наконец-то похоронят, то это во имя пальмы в Африке далекой, потому что иначе там сдохнут дети от сифилиса. А так, ну, знаете, не всегда бывает, что машина глохнет в центре города. Иногда бывает так, что и до города не доберешься. Немка, будь счастлив в этой ситуации. Нам с вами это противопоказано. Климат не тот. Понятно. А вообще, как, насколько вам, что можете сказать о новом оклассе? Это очень хорошая попытка догнать Volkswagen Golf. Как всегда, неудачная, потому что Volkswagen Golf лучше. Но это вторая серия. Вот когда Mercedes в третий раз начнет пародировать Volkswagen Golf, у него получится, например, там, Golf 6. Тогда у Volkswagen уже будет там Golf 8. А у Volkswagen, то есть у Mercedes, у него будет Golf 6. Но это будет очень хороший Golf. Сейчас, ну, пока еще не все получилось. Но логотипчик-то Mercedes. Mercedes. И, Наташ, вы, когда небрежно так ключиками звяк-звяк, все аккуратненько глазками зырк-зырк, а в душе-то у них ах, растворяется. Там же трехлучевая звезда. А у них-то хитрый зигзак соляр. Да, и 90-х из датчиков, которые послал вам производителей. Конечно. А если слушать производителя, так вообще у вас в машине вертикальный взлет. Почему бы и нет? Вот это именно там. Но машина радует. Ой, вообще замечательно. А цвет какой? Красивая, синенькая. Шикарно. Ну вот, Наташ, вот для того и сделано. Поэтому к чему технические подробности? Ну, мне просто было интересно, зачем эта кнопка нужна. Теперь я понимаю, что... Баловаться. Баловаться. Да, я так и поняла. Спасибо вам большое. Спасибо вам, Наталья. Александр, здравствуйте. Сергей, добрый день. Здравствуйте, Александр. Большое... Прорекомендовали одну из автошкол, которую вы до этого, соответственно, говорили. Дай бог. Большое спасибо. И плюс большое спасибо за передачу. Вот уже, наверное, около полугода вас слушают. Каждая поездка с работы у меня теперь даже... Я больше поездку жду, чем дом. Есть причина уехать с работы, а так бы и остались. Не, ну раньше шести-то зачем уходить? Вот как шесть начинаете, так и я сразу машина. Тихонечко по пробочкам. Спасибо вам. Да, 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 да. Мой вопрос. Хотел бы услышать ваше отношение к такому автомобилю, как Lexus RX второго поколения. А что меня интересует, эксплуатируя мной уже полугода, это RX 300. Втором поколении, европеец, куплен здесь в Лосином острове. Что скажете по этой машине? Взял ее где-то 130 тысяч, сколько ей еще жить. Понятно, что пробег там не совсем реальный, но я думаю, что не больше двухсетов все-таки. И хотелось бы услышать вообще, что вы думаете о Lexus и в том числе о RX именно второго поколения. Третьего я не рассматриваю, это уже не машина. А вот второго все-таки он еще сохранил какие-то свои японские корни. Ну, внимание, ответ. Вы правы в том, что Lexus купили на вторичном рынке, потому что на первичном за эти деньги неразумно покупать такую машину. Он очень согласен. Ничего в ней нету на эти деньги. А вот на вторичке, да, вот, хотя, конечно, пробег, и тем более, есть же какие-то основания подозревать, что спидометр ей скрутили. Что, к сожалению, для нас с вами жалко. Ну, печально, да. Но, значит, моторчик у нее, ну, 250 он выхаживает спокойно, если не было никаких проблем с перегревом, и никто там особо не косячил, и по маслу не было серьезной экономии, когда бывает, что качество масла дает отложение там в неприятных местах, закоксованность, приводит к кончине. То есть вот по всему ровненько он дышит. Да, на 300 его хватает, соответственно, вам еще года на 4, на 5 безбедной езды. У него очень грамотно идет перераспределение крутящего момента по осям. И в этом отношении он молодцом, он вам не дает провалиться где-нибудь в заносе, когда вы входите в поворот на переднем приводе, а он спокойно подключает задний и тихо глумится над вами серия «А с этой задачкой как справишься, когда избыточную, недостаточную и наоборот поворачиваемость свернула?» То есть он молодцом. И вот по количеству электронных страховочных систем, отлаженных грамотно, он молодец. Вот он старается, он вам помогает, и довольно часто, если вы допускаете водительскую ошибку, у вас ощущение, что вы мастер просто. На самом деле он мастер, он вам очень старательно помогает. По всему остальному, гадание на кофейной гуще и серии «Сколько ему осталось?» Если не убивали его, пару раз дверяка его тут в яму уронили, значит там какой-то подшипник скоро у него запоет, зашуршит, где-нибудь там какая-нибудь резинотехническая штуковина, либо сальник, либо саленблок, либо треснет, либо потечет. Да, это будет. Но в целом, самое главное, вы очень правильно сэкономили, приобретя машину, которой фирма гордится, за те деньги, которыми гордитесь вы сами. Ну, да. А пневмоподвеска? Что по ней? Пока не сдулась, живет. Но она ведь, сколько это лет прожила в Европе, эта машина? Или сразу здесь? Мы этого не знаем, потому что биография покрыта мраком. А яд товарища Бирюкова и Собянина у нас под колесами последние три года просто в зверской концентрации и тем не менее, пневма жива. Вот она жива. Вот она жива. Воздадим должное японским технологиям. Вот молодцы. Но умрет. Конечно, умрет. Хотя, опять-таки, ни одной машине на роду не написано, как Жигуля сдохнуть в момент схода с конвейера. Да-да-да-да-да-да. Хорошо. А так вообще к марке Lexus насколько вы относитесь? Я просто с этой маркой уже связан наверное порядка десяти лет. Начинал что с праворуких Toyota, потом у меня был и S200 а-ля Alteza. Да-да-да. Это легендарный автомобиль. И я опять его хочу, потому что это просто сказка, на самом деле. А мотор рядная шестерка когда под капотом. Рядная шестерка стояла, да-да-да. Шикарный. О, как он снизу едет. Это просто сказка. Конечно, наверху слабо, но снизу это очень приятный мотор. Вот. Ну, а сейчас я хочу, как говорят, вторую машину себе именно и S300, который был только на Америку. Вот это, конечно, машина еще драйвовее, 200, на самом деле. Да, но, опять-таки, вы попытаетесь взять ее со вторичного рынка, что правильно... Потому что при таком ценнике это обман. Вот Lexus и Infiniti, это когда тебя просто взяли и обвели вокруг пальца. Ну, Infiniti больше, Lexus меньше, там нету ничего на эти деньги. Это просто Toyota. Но есть такие всплески, как SELICA, как ESCO с рядной шестеркой. Да. Или вот как, например, сейчас Toyota вместе с Subaru сделала задний привод. 6,86. Да, да. Вот эта машина под драйв, вот эта нишевая, она рассчитана на невероятно маленькое количество клиентов, но работали с душой. И вот за это понятно, почему они хотят денег. Потому что работали. А когда Corolla, а когда какая-нибудь обычная Camry или что-нибудь аналогичное ей, ей лепится туда логотип Lexus, и за это денег в три конца, ребята, это мошенничество. Новости. Итоги голосования. 92% считают, что за тем ВД по конверсии Милофона примитивное воровство 40 миллионов рублей. 8% считают, что нет, это серьезная научная работа. На сайт пришло сообщение от Владимира, который хотел месить грязь. Вчера услышал, что за праздники в левом ряду МКАДа от Ярославки до энтузиастов погибло 12 человек из-за удара бетонные блоки. Прокомментируйте. Владимир, когда у нас в силу ремонтных работ на МКАДе меняется направление движения, появляются бетонные блоки, либо когда у нас в принципе происходят какие-то инженерные изыскания или поиск просто элементарных денег, связанных с ремонтом дороги, это все идет под общим слоганом чтобы вы сдохли. Вот чем больше нас помрет сейчас активных, молодых, состоятельных, купивших себе машину, тем меньше из нас потребует через какое-то время от государства пенсию, потребует от государства больницу, потребует от государства врача, потребует от государства какую-то социальную поддержку. Таджики, узбеки, киргизы, приглашаемые сюда квотами по 17 миллионов человек в год, они приедут, поработают, уедут и создадут то, что для страны важнее всего, для государства, для вертикали. Мы с вами вот в этом распределении ресурсов не играем абсолютно никакой роли. Поэтому система выстроена таким образом, что ну это просто 12 человек, которые просто сами виноваты в том, что они ехали на скорости, не позволившей им определить опасность для себя. И вот они погибли. Это их вина. И больше ничья абсолютно. И нет здесь никакого тайного смысла, нет здесь никакой ситуации, когда всегда так есть, и это считается нормой. Это просто ошибка людей. Удивительная ошибка людей. Рустам, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Спасибо вам большое за передачу. Тоже долго-долго ее слушаю достаточно. Мне, в принципе, очень ваша передача нравится. Спасибо. Хотел вам задать вопрос, Сергей, по поводу Сан-Йонг Кейра. В принципе, вот у вас так ваши некоторые высказывания о том, что это не очень хорошая машина, если я правильно понял. Да. И в принципе не стоит своих денег. Хотя, в принципе, 800 тысяч, мне кажется, это для такой машины достаточно недорого. Это самый главный плюс машины, потому что она привлекает своей вот той самой корейской ценой, за которую мы, собственно, корейцев-то и всегда считали достойными ребятами. Остальные корейцы уже ушли в отрыв, у них уже порыве жадности, к сожалению, ценник сильно изменился. А вот и в том числе у Кайрона, у него, да, все то же самое, что всегда и у всех, но по человеческим деньгам. Это самое главное его преимущество. У Санговых Йонгов у них проблема в основном в ресурсе, потому что задуманы они неплохо, особенно если вам достается та комплектация, когда в раздатке есть понижайка, вы получаете серьезный рамный внедорожник, оформленный под кроссовер, с очень неплохим мотором. У них двигатели уровня недостижимого для отечественного автопрома. Вот то, чем пользуется производитель Санг Йонг, у него несколько разных двигателей в номенклатуре это не самые свежие, но довольно неплохо придуманные моторы и для нас это после-послезавтрашний день. То есть у нас никогда не будет ничего подобного. Вот ни с какого боку. Мы даже не приблизимся, мы даже рядом лежать не будем. Но если по большому счету у Кайрон, вот пока он новенький, молодец, здорово, очень интересно, сели-поехали. И вот даже в таких теплых странах, как Израиль, где климат не является врагом ни жизни людей, ни жизни техники, 60 тысяч и люди их скидывают. Хотя в Израиле, маленький Израиль, но там пробег у автомобиля, он удивительный. Непонятно, как ему удается, но норма 100 тысяч. За год наездить 100 тысяч нормально, потому что довольно часто человек живет в одном городе, работает на другом конце страны, у него машина бывает очень часто опять-таки служебной, и он туда-сюда мотается через полстраны на работу и обратно, пробеги сумасшедшие. Кайроны там тоже, как любая корейская техника привлекают и ценой, и опять-таки безбедностью эксплуатации, снежок бывает редко, а потом начинают их скидывать. Вот Шкоды живут долго, Кайроны живут недолго. Это настораживает. Цена слишком отличается между Шкодой и Кайроном. Да, да, дайте, если смотреть на более правильную машину, придуманную специально для нас, такую, как Митсубиси Паджеро Спорт, цена тем более, она практически в полтора раза выше. И вот никуда не денешься. То есть, есть замечательные машины, но я знаю Кайроны, которые живут в условиях Аймекона долго, и все с ними в порядке. Я знаю Кайроны, сдохшие в Москве. Причем, вот начинают они с топливной аппаратуры, когда тут солярочка плохая, там солярочка плохая, и начинается вот это вот массовое падение всего, всей требухи, как говорит Саня Шпикуленко, вокруг мотора. Потом накрывается сам мотор. Очень жалко. При том, что у них, обратите внимание, еще раз там, у них очень тяжкая стоимость владения. Входной ценник 800, посмотрите, сколько норма час. Посмотрите, какая у них стоимость запчастей. У них такое ощущение, что любая жестянка, она вручную выстукивается 18-летними девственницами, привезенными из Латинской Америки в ритмах национального танца. Потому что понять стоимость штамповки за такие деньги нереальна. И если, не дай бог, какой-то страховой случай, то оттаталить его, вот это бы было такое всеобщее несчастье, как, например, Peugeot 4007 и Outlander XL. Маленький удар левой фары, и машина уходит в тоталь. Потому что стоимость восстановления, даже вот по их внутри заводской номенклатуре, она равна там двум-третям стоимости автомобиля. И у санговых йонгов, у них ремонт машины, техническое обслуживание, даже элементарное, без аварии, без ДТП, тепло мне на язык. Оно стоит таких денег, что хочется поискать какое-то еще подтверждение его мерседесовских корней. Иначе просто непонятно, а с чего вдруг? С чего вдруг такой жестокий империализм? Владимир, годах работал вне Эвекшина, он еще как бы держался на плаву. Это единственный институт был вообще в Советском Союзе. Пришел Грызлов, назначил директором своего ставленника института конец. Но зато Грызлов же какой светильник разум. Если бы не он, ведь чистая вода. Слов нет. Потом еще один момент. Значит, тут недавно, буквально где-то неделю назад ехал по Дмитровскому шоссе в темноте дожди, ну да, дождик был, это самое, дорога никакая после этого самого снега, и вдруг в свете фар, чуть не потухших от грязи, я увидел вот эти столбики 50-миллиметрового железа, совершенно неосвещенные, я чуть в них не влетел по крайней стороне левой. Представляете? Владимир, в последнем слове... Это у нас, я не знаю, как это называется. Нормально, у нас так принято. А что нужно? Ну да, Хакамадар когда-то сказал, что у нас лишних 30 миллионов. Наоборот, все гораздо хуже. У нас нужных 30 миллионов, а всего нас 120. Вот для того, чтобы обеспечивать трубу откаты и существование инфраструктуры, позволяющей торговать нефтью, нужно не больше 30 миллионов. Это совершенно правильно. Ну, короче, теперь вот это самый основной вопрос. Значит, у меня возник такой момент, что... Я, кстати, вам звонил, я очень большой почитатель Вольво 240. Ага, та самая. 45-ая. Да-да-да, 1984 года, там 230 двигателей, там и прочее, прочее, прочее. Вот, но тут один моментик выскочил. Значит, раньше у меня была до этого, 90-го года с инжектором LH G-Tronic, да, то есть, вообще, удивительная машина. Какой G-Tronic стоял, Владимир? LH, LH 2,4 G-Tronic. LH, все понятно. Да, да, ну, 180, 200 километров, вот, ей-богу, ехал, когда в Крым ехал, да, 10 литров на сотню, не вру, ей-богу, вот провалиться мне на этом месте. Ну, дело не в этом. Короче говоря, вот этот вот LH, значит, у меня был 110 лошадей, а вот теперь H, которая карбюраторная, мне написали 150 лошадей. Ради Бога, это самое, как говорится, посоветуйте, куда мне обратиться, чтобы, как бы, вот этих девочек, которые там сидели и печатали в моем ПТСе 150 лошадей, вот, как мне с этим быть? Потому что сейчас, ну, такие деньги за эти 150 я должен заплатить, а я уже пенсионер. Два пути. Первое, вы приходите к этим девочкам и требуете от них в письменном виде предъявить вам документ, из которого они высосали эти 150. То есть, они должны были это не потому, что они с дуба рухнули, не потому, что вы им не понравились, а потому, что у них есть некий справочный материал, являющийся основой для назначения налоговой ставки. То есть, они 150 взяли из каталога, например. Предположим, с потолка, я так понимаю. в письменный запрос на имя командира подразделения с требованием объяснить, с требованием объяснить. И потом уже, в зависимости от того, как вас послали, послали ответив или послали не ответив. И второй путь, после того, как вы получаете либо не получаете, вы со своим ПТСом, со своей машиной приезжаете в НАМИ, а в НАМИ там как раз огромное количество людей занимается сертификацией, там не только делают при помощи авторучки и клея момент машину под названием Кортеж, это будущий проездный ЗИЛ, там еще занимаются сертификацией, что только можно и получаете от них справку по реальной мощности вашего автомобиля. Она является основанием, подпись, печать для того, чтобы вы приехали в ГАИ и тому же самому комбату аккуратно, так вы знаете, слегка задев его хрюсло локтем, так чтобы он прочувствовал момент, предъявить справочку и сказать, уважаемый, вот вы, к сожалению, ошиблись и ваши вот эти вот девочки дальше идет пи-пи-пи-пи, они тоже, к сожалению, ошиблись, поэтому давайте, давайте вот по-честному, как есть на самом деле, потому что платить этой системе такое количество денег, это недопустимо, ни в коем случае недопустимо. Вот именно, вот я об этом и говорю. Не заслужили. И я думаю, что может быть это самое, как говорится, ваши слушатели, которые вот попали в эту тоже ситуацию, может быть, как говорится, вот этим вашим советом и воспользоваться. Владимир, мы с вами знаем, что с этой системой надо спорить всегда и по любому поводу. Абсолютно, я в этом абсолютно согласен с вами. И когда нам с вами говорят обыватели, да, вы тут все советы даете, вы бы попробовали, а вы знаете, как оно на самом деле, да, мы знаем, и мы не боимся. Да, мы знаем, мы знаем. И суды выигрывали, а по судам затаскают, ребята, это кто кого затаскает, это если что, я их затаскаю, а не они меня. Поэтому, Владимир, абсолютно логичный путь, это и то, и другое, потому что нужно и комбат аккуратно в угол зажать, и, соответственно, с нами вежливо поговорить, чтобы получить этот самый документ. Вот в нами подобной системой люди озабочены давно, они знают правильные ответы на вопрос, самое главное, что они вызовут изумление. Вы туда не придетесь, и говорят, э, ребята, кто здесь? Да, 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 Владимир, заходите, мы в курсе, мы знаем, давайте посмотрим. То есть там вопрос этот отработан. А с ментами поганами с ними бороться, ни в коем случае, потому что пацаки давно уже обнаглели, уже на шею чатланом сели. Совершенно недопустимо. Владимир, спасибо вам, и дай бог автомобилю. Это совершенно потрясающая штука, когда Volvo 240 системой впрыска, кстати, вот этот LH G-Tronic, о котором мы сладировали, только что говорили, это система центрального впрыска, она довольно трудная в настройке, но когда ее отладишь, она работает безупречно, потому что моно-впрыск, так называемый, это очень правильная система, она уже не карбюратор, но, тем не менее, управляет двигателем, давая ему устойчивость при любых оборотах. До завтра, до свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова